Согласны, не согласны? Я не успеваю, я просто выгодал из мест преступлений, когда меня накинулся, а параллельно отбивать меня. Это когда вы с мест преступлений скрыли? Да, я сам. Когда вы продлели срок содержания под стражей, мертвые сечения, которые избраны, вы согласны с ней? Или нет? Я не понимаю, не собираюсь скрывать. Не согласна. Какая-то тут просьба есть, обойновенная сечения. Если есть, то а какой-то. Сейчас, у меня есть несколько вопросов. Если подрочек мне не подрочит. Да, есть. Если можно, я прислежу. Скажите, пожалуйста, в настоящее время ваша позиция выбрана, это вы пользуетесь правом, предусмотренном статье 51. Я правильно вас поняла? Да. Я вот сейчас не касаюсь самого места происшествия, то, что происходило в результате столкновения. Я хотела вам задать такой вопрос. Вы сейчас приснили суду, что вы не скрывали с ней такое решение. Вы могли бы рассказать, что произошло после ДТП? Какие были ваши действия? Ну, мне накинулся, вот так. Я просто не убежал, а просто не раньше не делали. В последствии что вы убежали? В последствии я убежал, позвонил в донеск. А зачем случилось? Потом начал искать блокад, чтобы перейти к блокаду. Потом он не прислал к ней. Как был поздний район, суд, я не мог ее узнать. Позвонил девушку. Она как-то обещала найти, а ничего не стоит. В последствии что вы делали? Вы сказали, что вы были в России? Я домой, потому что мы вызывали в России, поехал. Вы вызывали такси один? Нет, с мамой. С мамой, да? Примерно во сколько прибыло такси? Вы не помните? Наверное, четыре, пять. После того, как приехало такси, куда вы проследовали? На север. На выбор в Победу. А вместе с мамой? Нет, с мамой я довелся на дом. После того, чтобы дома не поехали. А потом только от тех, куда мне начали. Мы звонили маме, чтобы там были сотрудники полиции. Где конкретно находились сотрудники полиции? В доме. В каком доме? В квартире. В чьей квартире? Моей. То есть где вы проживаете? Правильно, что я понимаю? Вы были сотрудники полиции? Да. Они со своего номера, со своего телефона звонили? С мамой. То есть с мамой номера телефона? А что они вам поясняли сотрудникам полиции? Скажу, где-то есть, а я врач на сколько рядом. Вы поясняли сотрудникам полиции, где вы находитесь? Да. Скажите, пожалуйста, вот, у вас чуть не было предоставлено медицинская справка на моего подзащитного. Вы находились на момент, в это время, когда произошло, вы находились на больничном. С какого числа вы находились на больничном? С 3-го. С 3-го чего, конкретно? Марта. С 3-го марта. Чем вы болели? Более. Какое лечение вам было назначено? На 3-го. С какого числа вы начали принимать? С 3-го. С 3-го. Разрешено ли при данном лечении, то есть, вы говорили вам врачи, да, устребление каких-либо спиртных напитков или еще кто-то при посуде над звездами? Да, я уже употреблюсь. А нарушали ли вы больничный режим? То есть, вы не нарушали, да? Принимали нужные препараты? Ваша честь, у защиты есть ходатайство, а при общении к материалам делом, ввиду того, что указывают муку защитной, мной был сделан запрос в ОАО РЖД, поликлиника номер 2. И на мой ответ, заведующая поликлиники номер 2, Невалецкая, дала мне вопрос касательно лечения муку защитной, дала ответ, что вот в ответ на мой запрос, что Лосев Александр Анатольевич находился на лечении с 03.03.2014 года, осмотрен на дому, я так понимаю, врач приезжал на дому, я правильно понимаю? Терапевтом Елизаровой диагноз ОРВИ назначено лечением ингаверин, аугментин, стрепсилс и немесил. Так, выдан лист нетрудоспособности 13.29.85.04.6670. Также осмотрен дополнительно, помимо того, когда вызывалась скорая 03.03.2014 года, по 07.03.2014, осмотрен амбулаторно участковым врачом-терапевтом в 14.00, диагноз ТОРВИ, гидродемид в области правоподмышечной впадины, назначено обследование, рекомендована консультация хирурга. Также, Ваша честь, прошу заметить, вот мамой моего подзащитного было мне передано лекарство, которое принимал мой подзащитный, почему я его сейчас оглашаю, потому что здесь вот написано, вот слова моего подзащитного, подтверждающие, что вот аугментин, вот лекарство, является полусептическим антибиотиком широкого спектра действия, обладающий активностью против многих положительных микроорганизмов. То есть действительно это антибиотик. Значит, выдан также лист нетрудоспособности, что вот мой подзащитный, что подтверждает, что мой подзащитный не нарушал, грубо говоря, лечение, как бы приходил. Также, Ваша честь, у защиты имеется предоставленная мамой Лосева Александра Анатольевича детализация телефонных звонков, где, соответственно, есть, поскольку мы вычитываем с мамой телефон, вычитывали звонки, где вот как раз я вот отметила его номер телефона, где видно, что да, действительно мой подзащитный неоднократно разговаривал со своей мамой, вот есть исходящий и входящий телефонные звонки, мне бы хотелось приобщить к материалам уголовного дела. Вы правы, Ваша честь, в таком случае нет, мы бы хотели приобщить к материалам, как бы мы это огласили, данные документы у нас есть, сопередающие, как бы, я поняла. Спасибо. Можете сейчас просто остаться, она, просто такие документы имеется, в общем-то, они сюда к ходатайству не... Я вас поняла, спасибо большое, как бы мы огласили, да, что огласили, позиция. Умеется больничная весть, что это, все принимал препараты, антибиотики, и даже. Понятно. Ну, дело в том, что при определении меры пресечения, Ваша честь, как бы, моему подзащитному, я, в конечном случае, поддерживаю его полным огнем, и мы вас просили любую меру пресечения, не только строгую, не связанную с заключением вас в страже, это смотрим на законодательство Российской Федерации. Возвращаясь в честь процесса, учитывая изложенное следователем, а также учитывая, что Лосев обвиняется в совершении преступлений, в совершении преступлений, которое уголовным законам отнесено в категории средней тяжести и максимальное наказание, за которое предусматривает решение свободы на срок до 9 лет, имеется достаточное основание полагать, что находиться на свободе, он может воспрепятствовать производству уголовного делу, угрожать свидетелям, либо иным участникам уголовного судопроизводства, либо скрыться от органов предварительного следствия, либо суда. Таким образом, считаю, что основание для изменения Лосевого меры пресечения от заключения под стражу на более мягкую, не связанную с решением свободы, не представляется возможным. Считаю, что ходатайство следователей является законом, основным, подлежащим будет правильным. У меня в дополнительном вопросе, Александр Домакович, на сегодняшний день у Вас жалобы есть на состоянии здоровья? Да. Какое-то лечение вы проходите? Обращались? Ну да, я обращался, но я там лежал. Ну, там у меня проколы какие-то, руководные, даже не знаю. Все не поделились. Ну, как у них здесь разница? Обращались там? Ну, обращались, но ничего не помогали, потому что я не знаю, что они проколы, они говорят. Очень маленькая лечь. Врач, мы не смотрели, ничего, кто-то, 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 кто-то делает. Врач, мы не смотрели, ничего, кто-то, кто-то, кто-то делает.